Владимир Волков, 10 вагон Владимир Волков, 10 вагон Владимир Волков, 10 вагон Молодой человек вновь сделал жадный глоток водки. В купе, помимо него, были еще трое пассажиров, но все они спали. За окном проносились деревья, поезд ехал по ночному лесу, до следующей станции было еще далеко, примерно 100, а может и больше километров. Тишину в купе нарушал лишь шум стальных колес. Ночь длилась уже долго, а молодой человек так и не смог уснуть. Да и зачем? Он даже не расправил свою полку. Одеяло с подушкой все еще были завернуты в матрас. Еще при посадке в поезд, на вопрос проводницы о приобретении постельного белья, юноша лишь отрицательно покачал головой. Он находился в поезде с совершенно другой целью. Молодой человек не хотел добраться в другой город. Он не собирался путешествовать. Был он тут лишь ради одной цели – убийства. Монотонный стук колес вновь прервал этот голос. Молодой человек посмотрел на соседа покойки. Спит. Вот, значит, голос лишь в его голове. Это был неприятный, еле слышимый, но очень громкий шепот. «Вот видишь, они все спят», – эхом пронеслось по купе. «Пора, сделай это». «Замолчи, умоляю тебя», – простонал юноша, но в тот же момент вскрикнул от головной боли. Никто не проснулся. Кричал он или нет, или же это все опять происходило у него в голове. «Доставай и сделай то, зачем ты здесь». «Но я не хочу этого делать», – из глаз потекли слезы. Поезд ехал по ночному лесу. До следующей станции было еще далеко. Примерно сто, а может и меньше километров. К тому моменту, как машинист заметил огонь в пассажирском вагоне с номером 10, все были мертвы. Большинство умерло во сне, но были и те, кто пытались спастись. Кто-то из последних сил пытался открыть окно, кто-то, успев выбежать в тамбур, безуспешно дергал за ручку двери, чтобы перебраться в соседний вагон. Но умерли все. Внимая, что будильник звонит уже не в первый раз, Катя с трудом села на край кровати. Одиннадцать вечера, буквально через пару часов, пассажирский поезд «Пермь-Москва» тронется с места и отправится в путь. А это означало, что ей, проводнице, никак нельзя опаздывать. Рабочая форма была подготовлена еще с вечера. Легкий завтрак, и Катя уже ехала к Свете, своей коллеге, которая также должна была ехать в этом поезде, но только в соседнем вагоне. Девушки дружили с техникума, где и обучались будущей профессии. То ли повезло, а может так и должно было быть. Так или иначе, девушек назначили на один и тот же маршрут, на один и тот же поезд. И вот, который раз, маленький, но гордый Матиз с Катей стоял у Светы во дворе. Света жила недалеко от вокзала, чему и завидовала Катя. Но та каждый раз умудрялась опаздывать. Именно поэтому подруга и стала возить ее на работу. «Ну, быстрее, закрывать дверь уже!» «Да что ты нервничаешь-то? Мы же успеваем!» Подружески пытаясь разозлить подругу, простонала Света. «Капуша, вечно тебя ждать приходится!» Здание вокзала располагалось на окраине города. Хотя тут как посмотреть. Вроде и край города, но стоит немного проехать по мосту через Каму, ты вновь его увидишь. Матиз, отдаленный, но по-своему интересный район Перми. Матиз уже повернул на единственную дорогу к вокзалу. Помимо автомобилей почты, встречающих и провожающих легковушек, по этой дороге также ездили и городские пассажирские автобусы. На улице было темно, но фонари вдоль дороги вполне с ней справлялись. Ноябрь, вроде еще не зима, а снег за прошедший день выпало немало. А еще эта странная погода. Вроде на улице плюс. Но стоит солнцу, которого по зиме и так не хватает, спрятаться за горизонтом, как тут же застывает все вокруг. Так было и с дорогой, так было и сегодня. Пассажирский автобус, который ехал перед Матизом Кати, резко ударил по тормозам. Все, что успела понять Катя, это то, что позади нее, не соблюдая дистанцию, ехал такой же пассажирский автобус. Девушка резко вывернула вправо. Матиз запнулся о бордюр и остановился на тротуаре. Выйдя из машины, девушки долго не могли поверить своей удаче. Они молча стояли и смотрели на аварию. «Ты только представь, если бы ты не свернула…» «Это точно. Нас же просто бы замяло между ними». Света присвистнула. Стоять и глазеть на ДТП больше не было времени. Наспех припарковавшись у ближайшего магазина с пончиками, девушки побежали к своему составу. Нужно было отметиться на вокзале. Нужно было что-то подписать, где-то что-то забыть. Но поезд вот-вот тронется. И если он уйдет без двух проводниц, то считай, прощай работа. У двух вагонов толпились люди. Пассажиры никак не могли понять, почему за пару минут до отправления им не дают пройти в вагон. К одному из вагонов подошел машинист. «Что случилось, товарищи пассажиры?» «Да как же что?» – выкрикнул кто-то из пассажиров. «Ехать скоро, а нам даже двери не открыли. Где проводница?» «Да вон, ваш проводница бежит. Да еще и не одна!» Машинист пальцем указал на бегущих подруг. «Простите, простите, пожалуйста, авария!» Переводя дыхание, прохрепела Катя. «Раньше надо выезжать. Ты за ДТП не отвечаешь, а раньше выйти из дома можешь!» Сурово, как и полагает начальнику, машинист отчитал Катю. «У тебя сегодня этот вагон, десятый!» Машинист на секунду замолчал. «Тот самый, после ремонта!» «Как десятый? Я же... Нет, я не поеду!» «Не спорь, двери я открыл, документы проверишь, как тронемся!» Чуть помолчав, добавил. «Я сам тот состав ввел, так что не спорь!» Каждый сотрудник железной дороги, будь то уборщица или генеральный директор, знали про тот случай и что означало тот самый вагон. Спустя некоторое время обстановка в вагоне утихла, и Катя направилась проверять билеты и документы. На удивление, эта процедура не заняла много времени. И вот Катя со стопкой белья идет по вагону. Отказываться, конечно, никто не стал. Ехать почти сутки. Никто, кроме него. «Точно не нужно белье?» С недоверием переспросила Катя. «Нет», – молодой человек улыбнулся. «Я редко сплю, а уж в поездах тем более. Я буду читать». «Ну, смотрите!» Катя закрыла дверь в купе. Екатерине нравились рейсы, которые начинались в ночь. «Стоит совсем немного поработать, и все, весь вагон мирно спит». Конечно, это не означает, что и она могла спать. Катя достала планшет, открыла пикабу и начала листать пост за постом. Но тут ее отвлек телефон, вернее, СМС-ка. Сообщение было от Светы. «Прости меня, пожалуйста, но сегодня так получилось, что ты осталась одна. Я с тобой не пойду». Катя усмехнулась. «Что за детские шуточки, на ночь глядя?» Девушка попыталась позвонить подруге, но связи не было. «Странно, еще километров пятьдесят ловить должно», – прошептала Катя. Девушка вышла из купе и направилась в соседний вагон. Именно в тот, в котором сейчас находилась Света. Но дверь не поддалась. Катя вновь дернула ручку. Все тщетно. Вдруг Катю передернуло. В вагоне явно стало прохладнее. Катя повернулась и взглянула в окно. Окно медленно покрывалось инеем. Катя вернулась в вагон, и ей сразу стало не по себе. Что-то… Нет. Абсолютно все вокруг стало другим. Все части интерьера, все предметы, все приобрело холодный синий оттенок. В вагоне стало холодно. Изо рта вырывались облачка холодного пара. Было непонятно, что творилось за пределами вагона. Все окна покрылись белым слоем снега. Дрожащими руками Катя достала из кармана телефон. Связи не было. Да даже если бы и была, поморгав, дисплей отключился. Проводницу сковал страх. Нужно было что-то предпринять. Но что? Покинуть вагон она не могла. Связаться с соседним вагоном тоже. Оставалось одно – разбудить пассажиров. Хотя бы кого-нибудь, чтобы попросить телефон. Как только Катя открыла первую дверь первого купе, начался настоящий кошмар. Проводница подошла ко второй двери, третьей, четвертой. Все купе были пусты. На полках не было вещей, на столах не стояли стаканы. Катя опустилась на колени и прижалась к стене коридора. Нет, это все не взаправду. Я сплю. Да, точно. Я же еще сплю. И скоро прозвенит будильник. Я проснусь, поеду за светкой и все. Клубы пара все так же вырывались изо рта. Девушку трясло от холода. Она вся побелела. Вся, кроме губ. Они были синими от холода. И тут произошло то, чего она желала в данный момент. Катя услышала противный писк своего электронного будильника. Она терпеть не могла этот звук, но сейчас пищание будильника казалось ей музыкой. Ну вот, давай, Катюха, просыпайся. Подбодрила сама себя проводница. Но ничего не менялось. Она по-прежнему находилась в проклятом вагоне. Звук будильника исходил из первого купе. Катя поднялась с колен и направилась в сторону звука. Войдя в купе, Катя впала в шок. Девушка не могла дышать. Все тело сковал страх и непонимание происходящего. На столе, между полками, стоял ее будильник. Цифры на циферблате все время менялись. Казалось, что прибор сам не может понять, сколько сейчас времени. Придя в себя, Катя схватила будильник, дернула шнур, чтобы, наконец, заткнуть противную пищалку. Но вилки на конце шнура не было. Лишь два оборванных провода. Поезд замедлился. И с каждым мгновением скорость становилась все ниже. И вот, наконец, состав полностью остановился. Катя бросила будильник на пол и сделала движение к выходу. Но тут же дверь купе закрылась. Девушка попыталась открыть дверь, но не смогла. Катя услышала, как открылись двери вагона. Она подбежала к окну. Но окна по-прежнему закрывала снежная наледь. Свет в купе погас. Наступила полнейшая темнота. Катя слышала, как за дверью раздавались шаги. И вот среди всех какие-то шаги остановились за дверью в то купе, в котором она находилась. Девушка села на столик. Сердце бешено билось в груди. Чтобы, не дай бог, не издать ни звука, Катя прикрыла рот руками. Девушка слышала, как дверь в купе открылась. Но она по-прежнему ничего не видела. «Ну не бывает же так темно!» Пронеслось в голове у проводницы. Кто-то вошел, медленно прошел к первой полке, сел, лег. За ним вошел второй и проделал то же самое, но с другой стороны купе. Третий и четвертый залезли на верхние полки. Дверь в купе закрылась. Только после того, как Катя услышала, что все двери в вагоне закрылись, поезд медленно тронулся в путь. Катя не знала, что ей делать. Казалось бы, раз кто-то зашел, значит, это люди? Может, не стоит продолжать скрывать свое присутствие? Но, с другой стороны, здесь явно творилась какая-то чертовщина. Девушка медленно спустилась со столика и маленькими шагами направилась к двери. Потянула ручку. Кате на секунду стало легче. Ручка поддалась. Но, едва Катя приоткрыла дверь на пару сантиметров, в купе загорелся все тот же синий холодный свет. Девушка смотрела в пол. Она боялась оглянуться, боялась увидеть, кто же ее новые пассажиры. Резкая вспышка света заставила ее взглянуть в зеркало, которое было закреплено на двери. Катя обернулась. Увиденное заставило ее сползти на пол. Девушка заплакала. На нижних полках, ногами к ней, лежали люди. Люди были неподвижны и не издавали ни звука. Их руки и ноги были связаны бинтами, точно так же, как связаны руки покойников перед тем, как над ними пройдет церковная служба. Перед тем, как гробы заколотят. Катя закричала, что было сил. Девушку всю затрясло от страха. Истерика. Паника. Она выскочила из купе и побежала в сторону своего рабочего места. Пока Катя бежала, она краем глаза видела, что все двери были открыты. И в каждой из них так же лежат люди, лежат тела. Подбежав к купе для проводников, Катя силой захлопнула дверь. Раздался громкий звук. За ним еще и еще. Точно такие же звуки. Это двери каждого купе по очереди силой захлопнулись. Не было ни сил, ни желания психовать, плакать, кричать, бояться. Катя кругами, насколько это возможно, ходила по купе. Но ведь я же не чокнутая. Я же нормальная, да? Я проснулась, чуть не попала в аварию и опоздала на работу. И что, сразу в ад за такое? Последние слова Катя прокричала в потолок. Нет, это явно шутка. Какая-то шутка. Дорогая, продуманная, но шутка. Но кто же станет платить за весь состав, чтобы пошутить со мной? Молодец, Екатерина Владимировна. Ты уже сама с собой разговариваешь. Катя засмеялась, но громкий голос прервал ее смех. Следующая станция сортировочная. Пронеслось в каждом динамике вагона. Зашибись. То есть в аду еще и станции есть? Катя вновь истерически засмеялась. Екатерина Владимировна, вы продолжаете путешествие? Вновь раздался женский голос. Нет, нет и еще раз нет. Я хочу уйти отсюда. Так же в потолок прокричала Катя. В таком случае вам необходимо пройти в начало состава. На сортировочной необходимо предъявить билет и сойти с поезда. У меня нет билета! Еще громче прокричала проводница. Следующая станция сортировочная. Пронеслось по всему вагону. Медленно состав тронулся в путь. Куда он ехал, Катя не знала, да и не хотела знать. Все, чего она желала в данный момент, это сойти с проклятого поезда, неважно где, хоть в лесу, но сойти. В дверь Катиного купе постучали. «Простите, пожалуйста, но мне нужен билет», – раздался голос за дверью. После этих слов Катя как будто ожила, взбодрилась. «Ура, люди!» Девушка подошла к двери и уже хотела открыть ее, но сомнения опять взяли вверх. «Девушка, мне нужен билет», – вновь послышался чей-то голос. «Скоро станция. Мне сказали, что если у меня не будет билета, то мне придется вновь пройти весь путь, а, возможно, и навсегда остаться тут. Помогите же мне». «Кто вы?» – через закрытую дверь спросила Катя. «Я новый пассажир, вот совсем недавно тут оказался. Я, конечно, не до конца понимаю, что же произошло, и голова болит. Я, кажется, я умер. Нет, это хорошо, я хотел этого, но все произошло как-то очень быстро». Последнее предложение Катя услышала у себя за спиной. Девушка обернулась. В купе было темно, и лишь изредка, когда лунный свет проглядывал сквозь лесной массив, в котором с обеих сторон была закрыта железная дорога, она могла разглядеть силуэт нового пассажира. «Да вы не бойтесь, присаживайтесь. Бог ты мой, так вы не знаете, где вы и что происходит?» «А-а-а, я, кажется, все понял». Катя села на небольшой стульчик напротив полки, на которой и сидел ее новый знакомый. «Нет, не понимаю», – тихо прошептала проводница. «Может, я не прав, но последнее, что я помню, это то, как я положил свою голову на рельсы. У меня рак, и жить мне оставалось немного. Быть обузой со временем все больше и больше я не хотел. Вот ты брел вдоль путей, размышлял. И единственное, что пришло в голову, это самоубийство. И я оказался тут. «В конце пути нас распределят», – так мне сказали. «Но мне нужен билет. Вы можете мне его выдать?» Свет в купе моргнул на мгновение. Но этого мгновения хватило, чтобы Катя разглядела своего нового знакомого. Вся его одежда была в крови. А голова… Половины головы попросту не было. Череп был раздроблен. «Я Саша», – самоубийца улыбнулся и протянул Кате руку. Кисть, которая не имела пальцев. Всех, кроме большого. «Вы дадите мне билет?» Катя закричала. Свет вновь включился. Девушка была одна в купе. Дверь в купе открылась. На входе стояла полная женщина с блокнотом в руках. «Чего разоралась? Сейчас всех покойников мне разбудишь. Опять будут билеты клянчить», – возмущенно сказала женщина, после чего Катя потеряла сознание. «Ну, давай уже очнись». Женщина пошлёпала Катю по щекам. «Мне работать надо, а тут тын на мою голову свалилась. Надо же, очухалась». Катя открыла глаза. Она лежала на полу купе. Над ней стояла всё та же полная женщина. «Вы-то ещё кто?» С полным безразличием прошептала Катя. «Тоже умерли. А я? Скажите мне, я же умерла, да?» Катя улыбнулась. «Мне уже так всё равно на всё. Умерла, так умерла. Что дальше-то будет?» «Ой, доченька, совсем, видать, плохо тебе. Перепугалась вся. Садись давай, поговорим, что ли. А то с ума сойдёшь ведь». Женщина помогла Кате встать и усадила её на полку. «Билет свой давай, а я тебе уже расскажу всё. Но у меня его нет. Я же проводница. Зачем мне билет?» «Вот тяна. Проводница вообще-то я», – возмутилась женщина. «А ты, милая, пассажирка». «Значит, говоришь, нет билета?» «Вот дела. Был у меня как-то один, тоже без билета. Ух, и навозилась я с ним. Раз нет билета, значит, не умерла ещё. Так что тут можешь выдохнуть. А вот что мне-то с тобой делать?» «Где мы?» «Ну даёёшь. А говоришь, проводница, мы в поезде. Или ты думала, что после смерти люди видят свет в конце тоннеля, а потом такие к небу взлетают?» «Нет, девочка моя, это всё сказки. Их же всех нужно сначала рассортировать, определить кого куда, доставить их до мест назначения, а потом уже…» «А потом, собственно, и не моё дело, там уже другие решают». «Я-то здесь почему?» «Мне почём знать, что последнее помнишь?» «Как к составу бежала, опоздала из-за аварии», – Катя замолчала. «Точно, авария», – девушка тяжело вздохнула. «Так, значит, умерла я там всё-таки». «Э, нет, раз билета нет, то жива ещё. Да и в списке моём тебя нет». «И что же делать?» «Сама решай. Хочешь, со мной поехали, жизнь закончится твоя. Хочешь, сойдёшь на станции, к жизни вернёшься». «У меня есть выбор». «Конечно, выбор у всех есть. Этот вон, Сашка который. Думаешь, его кто-то заставлял башку под пояс класть?» «Нет, сам так решил». «Вот и ты. Знать не знала, что произошло. Так что ж теперь, жизни тебя лишать. Дай-ка». Женщина положила ладонь на грудь Екатерины. «Вот, сердечко ещё бьётся. Завожу?» «Что, простите?» Резкая боль в груди и голове заставили Катю сжаться. «Ты, давай это, до встречи. Глядишь, увидимся ещё». Женщина громко засмеялась. Катя с трудом открыла глаза. Всё вокруг показалось ей ослепительно ярким. Всё тело болело. Девушка попыталась что-то сказать, но вместо слов из груди вырвался лишь хрип. Молодая проводница шла на поправку. Каждый день, пока Катя была в коме, её навещала Света. Свете больше повезло в той аварии, а вот Катя получила очень серьёзные травмы. Маленький, но гордый Матисс не подлежал ремонту. В палату зашла Света. «Ну, привет, подруга. Как сегодня самочувствие?» «Лучше. Врач говорит, что скоро меня выпишут». «Это славно. Я рад за тебя». Палата и всё, что в ней находилось, вдруг затряслось. Несмотря на то, что время было полдень, в палате стало темнеть. Деревья, что были за окном, медленно двинулись вправо. Раздался звук колёс. «Следующая станция сортировочная», – прошептала Света, глаза которой были белыми, а всё лицо бледное. Читал Олег Кейнс «Следующая станция сортировочная»